Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Всечестные Отцы, Братья и Сестры, сегодняшний день богат, богат святыми воспоминаниями, богат святыми поминовениями. Один из богословов современных говорит, что Церковь – это непрестанное поминовение. Это действительно так, потому что Церковь – это живой организм, и поэтому мы вспоминаем всех живых и отшедших, потому что у Бога все живы. И сегодня начнем с того, что начинается крестопоклонная неделя с этой седмицы, в которую мы вспоминаем у Господа нашего Иисуса Христа, воскресшего, сегодня воскресный день, который перед своим воскресением крест подъял на себя страданий, подвигов, проповеди и крестной смерти ради нашего спасения. И каждый из нас, нося имя христианина, должен взять свой крест, если кто хочет по мне идти, да возьмет крест свой, отверждится себя, и возьмет крест свой, следует за мной, как мы слышим в Евангелии, которое читается в такие дни, когда мы вспоминаем крест Христов. О крестоношении нашим можно говорить много, так как у нас много событий, о каждом хотя бы немного нужно сказать. Сегодня, кстати, еще память святителя Тихона, патриарха Московской, и грестия Руси. Так вот, что нужно знать нам, твердо понимать о крестоношении? Во-первых, нужно взять крест свой именно, потому что, когда человек живет не по воле Божией, он несет крест, но он как бы не его, потому что не по воле Божией. Вот крест Христов, это тот крест, который мы несем, когда по воле Божией совершаем свое шествие шествие по этой земной жизни, по дорогам земной жизни. И в этом смысле очень важно, очень важно ум просвещать словами евангельскими, очень важно каждому из нас понимать волю Божию о себе, а для этого просить у Господа, чтобы Он открыл нам ее, а Господь открывает ее нам в обстоятельствах нашей жизни. Грех, это всегда уклонение от воли Божией. И что мы терпим за этот грех, это тоже крестоношение, но уже, так сказать, не в таком, не в прямом смысле. То есть мы, так сказать, неся самовольное уклонение от Божьих путей, приводит к тому, что мы взваливаем на себя крест, часто непосильный. Так вот, дай Бог, чтобы нам посильно нести тот крест, который нам Господь дает, как мы знаем из разных притч, историй, что Господь нам дает тот крест, который нам нести возможно. Может быть, нелегко, но возможно. Этот крест состоит из двух составляющих. С одной стороны, скорби, болезни, внешние обстоятельства жизни тяжелые, которые нам приходится нести часто из-за нас самих, как я уже говорю. И еще внутренняя борьба, постоянная борьба с самим собой, со своим греховным естеством, со страстями своими. Как говорит Феофан Затворник, мы должны распять свою плоть со страстями и похотьми. А мы что делаем? Мы делаем наоборот. Мы плотно распинаем своими страстями и похотьми. Так вот, задача этой крестопоклонной недели, осознав, что с нами происходит, постараться все-таки крест Христов понести эти дни поста. Да, крестопоклонная неделя – это приполовение поста. То есть мы уже прошли половину пути и дальше. Когда я служил в армии, мы когда по два года еще служили, говорили обычно после года службы, много прослужил, много еще осталось. Такой вот период такой, знаете. Вот то же самое средостение поста. Господь нам дает в утешение древо крестное, упоминая о том, что он прошел этим путем и воскрес. И сейчас восседает одесную Бога. И мы, пройдя этим путем, тоже духовно должны совоскреснуть со Христом. Сегодня вспоминается событие Благовещения Пресвятой Богородицы. Ну, так скажем, это тоже одно из центральных событий в истории человечества. Когда-то от жены произошло падение и смерть, которые все мы наследуем. С другой стороны, посмотрите, от жены, от раковицы, совсем еще девочки, человечество обрело жизнь. И не просто жизнь, а возможность вхождения в жизнь вечную. Это действительно лестница, по которой к нам сходит Бог, как поем мы в Акафисте Пресвятой Богородицы, в самом древнем Акафисте, Благовещению. И это мост, который возводит от земли на небо. Вот кем является для нас Матерь Божия, честнейший Хюрвим и славнейший Бессравнение Серафим. Господь каждому человеку дал свободу воли. Без свободы воли человек не будет человеком. Человек – это образ Божий, это неотъемлемое свойство образа Божия. И Матерь Божия, представьте себе, ангел пришел к ней, возвестил, что это не родится Спаситель. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. А она бы взяла и отказалась. Представьте себе. Но нет, она была предана воле Божией. Она искала только воли Божией в своей жизни. Она служила Богу день и ночь. Она размышляла, что это за приветствие. Она задала только один вопрос. Как это будет, когда я мужен, не знаю. И когда архангел говорил, ответил, есть, Дух Святой найдет на тебя, и силы Всевышнего осенит тебя. Она сказала, что все раба Господни, да будет мне по слову Твоему. Еще очень важные слова. Бог призрел на смирение рабы Своей Я. Все отныне будут ублажать меня в сироде. Это она говорит Елисавей, что всегда читается на празднике Божьей Матери. Вот еще очень важное свойство. Человека, который стремится к Богу, которого нам часто не хватает. Потому что все наши грехи, все наши уклонения от Бога, они происходят от гордости. Ну и, наконец, мы сегодня празднуем память святителя Тихона, патриарха Московского. Он зашел на патриарший престол, когда церковь русская восходила над свою Голгофу. Вспомним его слова, когда он говорил, что «Я не лучше тех, если мне будет суждено умереть от пули или ножа, да будет имя Господне благословенно, потому что я не лучше моих братьев, которые также умирали». И еще его слова «Пусть имя мое погибнет в истории, лишь бы церкви была польза». Нелегкий выбор ему приходилось сделать и не раз, и не два, чтобы сохранить церковь, уступая даже часто этой безбожной власти, когда было понятно, что она утвердилась серьезно надолго. Это великий подвиг, который нес святитель, подвиг еще и нравственного мученичества. Тоже пример всем нам, как нужно жить, как нужно веровать и как нужно стремиться к Богу. Всех вас поздравляю с сегодняшним светлым святым днем. Желаю вам бодрости духовной, сил духовных, для того, чтобы, пройдя через прополовение следующее поста, мы не доволочили свой крест, а его действительно донесли, чтобы мы действительно поборолись еще с самими собой, в преодолении себя рождается что-то важное и великое для нас, и чтобы мы приготовили пути свои к Господу, приготовили себя к встрече Его светлого воскресения. Очень рад, что сегодня было много причастников, и все причастники поблагодарим Господа за дар святого причащения. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!